В Химках состоялся очередной круглый стол. На нем жители микрорайона «Новые Химки» приняли решение о присоединении к общегородскому движению общественной поддержки социальных инициатив. Движение, стартовавшее в городе в начале марта, уже объединило химчан из первичных отделений партии, сотрудников крупных предприятий и организаций, общественников и пенсионеров. Горжусь тем, что данное движение зародилось благодаря сторонникам и членам партии. Именно в первичных отделениях произошли первые социальные инициативы. Движение общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – это десятки тысяч людей, неравнодушных к судьбе городского округа. Все они предлагают свои инициативы, направленные на развитие и улучшение жизни в Химках. За несколько месяцев в городе провели более 200 собраний трудовых коллективов, на которых сотрудники предприятия озвучили почти полторы тысячи своих инициатив. Все они размещены на сайте «Хиж онлайн». Голосуя, жители сами определяют порядок их реализации. «Мы приняли новых членов, которые хотят и, самое главное, будут дополнительной поддержкой для инициатив наших горожан». Участники «Круглого стола» приняли единогласное решение избрать лидерами движения общественной поддержки Ирину Должкову, Татьяну Недосвете, Михаила Ашихмина, Дмитрия Сюдова, Надежду Смирнову, Евгения Иноземцева, Светлану Вершинину, Марину Эйслер, Юлию Мамай, Артура Каримова и Егора Горового. Нам предстоит много межотраслевого взаимодействия. Я являюсь представителем отрасли образования, а те инициативы, которые выдвигали жители, они, конечно, лежат не только в сфере образования, но и в других сферах. Депутат Государственной Думы Ирина Родина – один из лидеров движения общественной поддержки. В 2009 году олимпийская чемпионка предложила реализовать программу «Дворовый тренер», в рамках которой дети смогли бы заниматься спортом во время летних канюкул. Программа вылилась в федеральный проект. Сегодня реализуется более чем в 70 регионах России. Дальше уже родились программы. Это реконструкция спортивных залов сельских школ. А теперь уже это и школы малых городов, и поселков городского типа. То есть это более 10 тысяч спортивных залов отстроено. Эта программа продолжается, вернее отремонтирована. И возобновилась программа строительства быстро возводимых спортивных объектов. Одна из инициатив жителей округа – это модернизация спортивных площадок на территории микрорайона «Новые Химки», а также благоустройство парка «Дубки», который по замыслу химчан должен стать центральным местом отдыха. Присоединяться к движению и предложить свои социально значимые инициативы может любой житель округа. Александр Гузаев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.